Приветствую, дорогие мои! Хотела я выйти на лайв, но YouTube мне не дает выйти на лайв ни на одном из моих каналов. Не могу понять, в чем дело. Пробовала на одном, на втором, вот еще на Яна во Франции не пробовала. Попробую попозже. В общем, полчаса я сейчас мучилась, заводила несколько раз заголовок и пыталась войти. Все висит, черный экран, невозможно ничего нажать, выходит, а потом выскакивает сообщение о том, что типа, хотите ли вы прежний лайв, что-то там, какие-то сбои, тролли-вали. Снова нажимаешь и все крутится по кругу. Короче, не пускает меня, не знаю, что там происходит на моих каналах. Ну, на вот этом и на другом, на котором 14 тысяч. Я уже и так, и сяк. Потом вдруг вылезает мое лицо, как будто бы я на лайве, что-то там. Я уже такая на них там ругаюсь, говорю, пошли в жопу алгоритмы. Типа алгоритмы. Мы знаем, что это за алгоритмы, где они сидят, да? Короче, я наматюкалась на них как следует. Но я не знаю, может быть, это повлияло на то, что меня не выпускают теперь. А может быть и заголовок, который я там написала, и вот сейчас напишу на это видео. Заголовок тоже. Короче, хотела вам рассказать, что я сегодня просто прифигела, когда услышала, сидела, смотрела, ну, кушала, короче, смотрела новости, вот эти, которые я все время смотрю, ну, чтобы быть в курсе, да, чего они там вещают, чего они там нам готовят. Дочь моя уже не смотрит эти новости. Она сказала, что я, как бы, свою психику берегу, и уже давно не смотрю, потому что там один негатив. И это новости 12.45 по шестому каналу, а не по всем, в принципе, каналам там идут, в разное время, там плюс-минус 15 минут, именно в тот момент, когда люди кушают на обед, чтобы им пусто было, блин, и чтобы не расслаблялись, как бы, аппетита, чтобы не было, наверное. Короче говоря, помимо всяких катаклизмов, там один, этот самый, тиктокер, или же кто он там, певец какой-то, сам в себя стрельнул, что-то у них разборки с его бывшей были, там еще что-то, короче, дальше пошла песня о том, что вот, стало много случаев, что-то говнингита, ну не буду тут произносить, как бы, для тех же самых алгоритмов, хреновых, вот этой платформы. Мы знаем прекрасно, что это никакие не алгоритмы, а это просто сидящие там, зарабатывающие, продажные, блин, люди, которые, типа, продались за 3 копейки. Ладно, по-любому, этот сервис, на котором я сейчас, кстати, выступаю, да, перед вами, не что иное, как сервис, сервис клиент, да, клиентский сервис, сервис для нас, и мы его можем во все дрючить куда угодно, как говорится. Вот злая, честно, и не надо в себе держать, когда у вас накипело, это плохо для здоровья, надо высказываться, прямо вот матюриться, или что-то же как-то еще. Ну, конечно, сейчас страстная неделя, еще к тому же, там то-се, пятое-десятое, ну вот, как-то так. В общем, что говорилось? Говорилось о том, что слишком много случаев стало вот у детей первых лет жизни, связанных с говнинингитом, ну, знаете, типа там головной боли, вот эта вот болезнь, типа, да, и решила вот эта вот самая крупная организация, решила, значит, под это дело сделать, и уже сделала, прям вот за 3 секунды, хопляй, сделала жижу, значит, и сказали, что эта жижа будет теперь, обязательная, с такого-то там числа, для самых, понимаешь, слабеньких, то есть, с нуля месяцев, и вот они ввели туда обязательную, еще одну, какую-то модифицированную жижу, понимаете, да, к чему это все? После этого сразу же стали другие позитивные новости рассказывать о том, что что-то там где-то идет, и оно такое, что при вот, ну, короче, стул жидкий, получается, стул жидкий, значит, и за несколько часов человек может уйти от нас из-за этого, начали уже вот эту тему разгонять, да, тут же прилетела, причем мне тут же прилетела смс-ка из школы Дениса, кстати, Денис сейчас у нас поехал на экскурсию в Тулузу, и целый день они там будут мотаться на экскурсии, что у них там и концерты, какие-то экскурсии в музей, еще что-то, в общем, на целый день я его снабдила едой, поехал, надеюсь, что все нормально, надеюсь. вот, короче, в Тулузе прилетело мне из школы, да, из его тут же сообщение о том, что в понедельник по-срочному будет тренировочный день на случай катастроф каких-то, ну, типа природных или каких-то еще. Окей, у нас такое бывает, но здесь вот вдруг как-то внезапно, вот так вот в конце года раз так прилетело, да, ну, я думаю, ладно, бывает у нас часто, ну, не часто, но бывает, хотя бы раз-два в год бывают такие вот тренировочные сирены там у них, что-то они там рассказывают, куда бежать, что делать там и так далее. Уже было в этом году, значит, сейчас еще вот так. И тут же фигак, я смотрю по этим же самым новостям, говорят о том, что сейчас все по-срочному подразделения в Тулузе полицейские и вот эти пожарные, у них срочные тренировки по этому же самому предотвращению, катастроф, как себя вести во время катастроф, причем катастрофы не только натуральные, типа природные, и сказано еще техногенные, то есть химические всякие атаки и так далее. Блин, все позитивнее и позитивнее. Плюс, вчера вечером тоже в новостях говорили о том, что сейчас самое популярное вообще в интернете, во Франции, везде, это покупка вот этих вот сумок первой необходимости наборов. Я зашла, ради интереса в интернет посмотрела, цены растут по-бешеному, и действительно их огромное количество повылезло, и написано, что типа скупают. Блин, что делать-то? Что делать? Короче, ну там не ошибиться конечно надо, потому что есть всякие разные какая-нибудь хрень там внутри, которая ненужная, да, но есть очень такие, и я смотрю, взлетели очень бешеные цены на вот эти вот, как она, группа, как она, группа, 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 электричество, короче, как она называется, так, короче, по 900 евро теперь, там есть и по 300, конечно, но они такие, так себе, а вот хорошие типа по 900, это когда на счет, на случай, если типа электричество отключено, все такое, ой-ой, ой-ой, ну просто, ну ничего позитивного, вот с сегодняшним сообщением не было, в сегодняшних новостях и во вчерашних, одни какие-то страсти, просто, реально, но еще плюс к этому, я смотрю, что-то странное творится у меня на ютубе, я не могу понять, в чем дело, причем, когда я вчера, нет, в среду, в среду же я выходила, это вчера было, среда, правильно, или в... нет, в среду, нет, сегодня пятница, в среду я выходила с... через Donation Alerts, вот эту вот команду, типа я выходила на ютуб, ну хотя вчера я тоже вела стрим, и было все нормально с телефона, я ничего не понимаю, просто ничего не понимаю, поэтому будем надеяться, что это ничего, никакие не предвестники чего-то там, в любом случае, вот по поводу типа техногенных, да, да в любом случае, может быть что угодно, чтобы свалить потом, типа на этих сломистов, там, еще на кого-то, он может сделать что угодно, какую угодно атаку, наподобие крокуса, в Тулузе есть там всякие химические заводы, то все, и один из них, кстати, взрывался уже здесь, и это было до моего приезда во Францию, и очевидцы рассказывают, что это была просто жесть, там пару кварталов снесло, и все вылетало у них там, и мне даже рассказывал один чел, что он там жил, на том квартале, в Тулузе, и как это все было, и потом очень долго что-то люди там и болели, и много пострадавших было, в общем, здесь уже была такая фигня, я не знаю, на том месте потом отстроили тот же самый завод, или запретили его, но в любом случае, наверняка, наверняка, где-то у нас тут поблизости тоже есть какие-то фигни, техногенные, так, 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 ладно, я пошла искать себе вот этот рюкзачок, там, кстати, есть очень интересные вещи, в этих сумках первой необходимости, посмотрите, ради интереса, там есть плащ-палатка, которая внутри там с алюминием, да, это на случай того, что если там в холодных условиях каких-то нужно прогреться, там и так далее, что мне понравилось, интересного, чтобы я бы приобрела и приобрету в ближайшее время, там еще, что я приобрету в ближайшее время, это радио, которое может работать от батареек, либо от солнечной батареи, то есть, то радио, срочное радио, которое, типа, ну, будет работать с антенкой, с этой, в случае чего, плюс еще от него можно зарядить телефон, то есть, либо от батареек, сунутых туда, да, либо от солнечной батареи, оно заряжается, можно зарядить телефон, ну, типа, если он понадобится, конечно, если вдруг, еще там была полезная вещь, это кремний, который, и такая штучка, которая его трет, в общем, для раздобычи огня, плюс еще нужно обязательно приобрести ножичек, который с разными там штуками, потом там еще был интересный очень браслет, я так не поняла, для чего, но прям все эти браслеты, что-то как-то, которые вот завинчиваются на руке, для чего-то, в общем, аптечки всякие разные, сбор там, чтобы, ну, типа, кровоостанавливающий, есть даже наборчик для того, чтобы обрабатывать рану, которая произошла от выстрела, там написано, и есть еще фильтры для воды, и есть еще даже наборы на 80 приемов пищи, всяких разных, которые, типа, разводишь, ты, они там разбухают, ты их разводишь водой, и они разбухают, и становится, типа, прием пищи какой-то там, типа, с мясом, с курицей, там, с крабами, еще что-то, какие-то вот, наборы, да, что-то и много, в большом количестве, ну, мы, конечно, не паникуем, конечно же, нет, да, будем посмотреть, как это все будет, если оно будет, но, все равно нужно как-то, наверное, запастись чем-то вот таким, на всякий случай, а сейчас позитивные новости, помимо того, как нас стращают, обычные люди пытаются как-то выжить, с этими повышениями цен, с этой инфляцией, с этими ужасными всякими новостями, и обычные люди, или кто-то, какой-то хороший человек, создал сайт, платформу, приложение, которое называется TrocFair, ну, то есть, обмен, французский обмен, ну, скажем так, на котором можно обменяться, чем угодно, с чем угодно, с кем угодно, то есть, ты можешь обменяться услугой на услугу, услугой на товар, то есть, допустим, если ты пошла в магазин, грубо говоря, купила, три пачки, риса, которые, по стоимости двух пачек, третья бесплатно, ты можешь эту третью пачку, предложить туда выставить, и обменять ее на какую-то другую пищу, да, либо на какую-то вещь, точно так же, если ты шьешь, там, делаешь что-то, и так далее, ты можешь эти свои вещи представить, там, на этом строк обмене, и поменяться, сшитая вещь на еду, либо еда на какую-то шмотку, либо услуга на услугу, либо услуга на еду, и так далее, то есть, допустим, кто-то дает уроки, чего-то там, урок фортепиано, стоит он столько-то, ты меняешь урок фортепиано, грубо говоря, на починку крана, и тот человек, который тебе починит кран, у него есть ребенок, которому нужен урок фортепиано, и так далее, и тому подобное, то есть, вот, я посмотрела там, допустим, одна, передача вы это показываете, одна, значит, шьюха, 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 пошивала всякие разные вещи, и она давала курсы, ее один курс по пошителю, значит, юбки, допустим, она там оценила 80 евро, и к ней попросилась, значит, на обмен массажистка, которая ей на обмен, вот, если она ей даст вот этот курс, по пошителю юбки, они вместе сошьют эту юбку, та ей сделает массаж, профессиональный тоже, обмен, который не декларируется, на самом деле, ну, как ты его задекларируешь, там, никак, одна там дамочка, значит, вообще организовала в своем картье, то есть, ну, на своей улице, скажем так, и кто там поближе живет, познакомились, там все, на фейсбуке организовала раз в неделю обмен продуктами, то есть, продукты, которые, возможно, не доедятся, у них остается 3 дня до просрочки, какие-то йогурты, или еще что-то, либо у тебя полно в саду инжира, либо там еще каких-то фруктов, ты собираешь там эти корзины, либо ты, как я уже говорила, купил 2 пачки риса, а третья в подарок пришла, она тебе, в принципе, слишком, поэтому ты хотел бы ее поменять. Организовывается у одной, потом на следующий неделе у другой, потом у третьей, у четвертой. В саду ставят столы, приходят человек 7, там, каких-то матушек, домохозяек, приносят вот это все, что на обмен, ставят на столах, ну, каждая там на свой участочек, да, и происходит обмен вот этими продуктами. Ты берешь в себе то, что нужно, то, что твоя семья съест, допустим, чего у тебя нет, они берут в обмен что-то у тебя там, да, ну, грубо говоря, у тебя было там 3 банки варенья, которые ты сварила, и у тебя излишки, ты их принесла, и поменяла свое это сваренное варенье на подсолнечное масло, или еще на что-то. И вот показали это, значит, как они меняются, и потом, значит, она говорит, в итоге за сегодняшнюю неделю я набрала продуктов, вот на обмене на таком, на 100 евро, то есть какая экономия, понимаете, тут досталось бесплатно, либо было излишек, тут она поменяла на то, что нужно, и не покупала это. Очень интересная вещь, спрашивается в задачке, почему в России, и, например, такого нет, делайте. Это очень интересно. Кто программисты, например, делайте такое. Именно платформа по обмену, которая не подразумевает никакие деньги. Вообще просто супер. Так, еще раз, я немножко перепутала. Сайт и сама платформа называется mytrokfr, 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 И вот на нем, здесь есть, значит, вот это, да, все, ботэбьянэтра, кубдома, то есть, помощь, помощь, ну, типа, меняю уборку на подстрижку газона, например, да, или кто-то на это. И люди между собой договариваются. Ну, например, здесь дом, видимо, там в дом какие-то предметы, здесь есть брикуляж, это значит починки, то есть, возможно, там дома, починка в велосипедах или еще чего-то. Дальше есть детская рубрика, то есть, это, видимо, там обмен подгузниками, памперсами, ну, всякими там делами. Дальше есть кудома, ну, то есть, это, ну, просто рука дающая, то есть, ну, имеется в виду кудома, это помощь, в любом случае помощь, какая-то помощь. Дальше животные, видимо, какая-то тоже там обмен либо животными, либо помощь в животном, наводчестве там или еще как-то. И дальше информатика, мультимедиа. Вот Денис написал мне сейчас, Денис мне написал норму, нормально, а у меня только что прошла, но какая-то резервация, дайте посмотреть. Сегодня утром прошла одна, о, а, это в августе, в августе, супер, супер. Сегодня утром тоже прошла у меня резервация, и люди попросились приехать раньше, ой, вот это я люблю, вот это я люблю, семь ночей, почти тысячи евро, это я люблю. Люди, ну это на август, люди попросились приехать пораньше, я такая сначала, нет, мол, типа нельзя, ну вообще я не успею, просто тупо убраться. И они мне звонят и говорят, пожалуйста, ради бога, пустите нас, потому что у нас в три прямо начинается свадьба, ну это будет на следующие выходные, и даже если дом не будет готов, ничего страшного, мы просто переоденемся, там платьишки оденем, уедем, а потом, ну типа там, если вы не успели убраться, там уберетесь, там, после прежних. В общем придется им разрешить это. И сегодня у меня приезжает тетенька из Англии, вот это я терпеть не могу, когда англичане едут, она только на английском пишет, и говорит только на английском, терпеть не могу, потому что они такие дотошные, блин, если она мне там хоть одного комара найдет, это будет вообще жесть просто. Товарищ, который у меня тут жил до этого, съехал, забыл свою подзарядку от айфона, забыл свои, вынести мусор, естественно, бутылки свои все там эти. Несмотря на это, я ему написала миленький, не комментарий, а миленькое сообщение, о том, что вот он это забыл, траля-ля-ля. Вот я так была рада вас встретить у нас, тралевали, не могли бы ли вы бы сделать такое одолжение, я тут новенькая, я тебе недавно бизнес начала, может быть, напишите все-таки хороший комментарий мне, ну вот это вот, повыпрашивала, не знаю, посмотрю, будет или нет. Так, и вот, значит, у нас что там, а, 16-17 они приедут, в августе, и она уже говорит, что они приедут, где-то между 16 и 17, а я вот отвечаю, да, окей. Короче, дела идут, контора пишет, в общем, сейчас это приедет тетенька, англичанка, я с ней, конечно, через чат с джпт тут общаюсь, когда она приедет, не знаю, как с ней буду общаться, а может, и не буду с ней общаться, в общем, я там все прибрала, там даже, я кое-где там, вот где дерево, мятное маслице, значит, чтобы там пахло, вкусно, потому что эти, которые жили тут, они меня курили, в комнате аж, я это тут несколько дней выветривала, блин, в общем, в общем, все там сделала, все постелила, на четырех человек зарезервировали, и тут она мне пишет на англичском, что мы типа вылетели вдвоем, потому что тем пришлось возвернуться в Англию двум другим, так что они будут вместо четырех двое жить, вот, но я там поселила две двуспальные, но я не знаю, как они, ну ладно уж, все постелила и постелила, фиг с ней, в общем, вот так вот, я не хотела вас пугать, конечно, да, не хотела вас пугать, я сама тоже не хочу пугаться, но буду запасаться, это очень интересная идея, потому что что-то расслабила я булки, да, а как же вот этот собирать, этот тревожный рюкзачок, блин, надо на всякий случай, и батареечку надо бы туда бы, да, солнечную, хорошую, мне тут одна команда предложила рекламировать этих солнечной батареи, а потом такие, сначала предложили, все прямо рекламное предложение выслали, сказали, пришлют мне эту батарею на дом поставить, ну она такая, ее можно около порога поставить или на дом, не слишком такая гигантская, но такая, стоила она сколько там, 400 евро примерно, я такая, ура, ура, да, 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 все прорекламирую, конечно, шлите, и потом они такие снова пишут, а вы на каком языке там будете говорить, я говорю, ну вы же видите мой канал, если вы мне предложение сделали, на каком я языке говорю, а, ну это нам не подходит, говорят они, не хотят, чтобы русские клиенты покупали у них, блин, ну и пошли в жопу, короче, мало ли в Африке педров, как говорится, найдем других рекламодателей, так, а ютюбу еще раз, хочу сказать, хватит, блин, мои зрители привыкли к тому, что я выхожу на лайвы, поэтому снимайте ваши там, какие-то там, пакли с моего канала, и прекращайте это дело, потому что здесь хозяева мы, а не вы, даже вот на этом канале, это мы хозяева, а не вы, это мы вам собираем ресурсы, так что циц, быстро убрали руки, а моих любимых подписчиков, всех целую, обнимаю, мы ничего не боимся, мало ли что там говорят, мало ли там что говорят, кстати, вот это больше не работает, потому что здесь, некий Денисище, вечером я пошла спать, а он смотрел, сидел, и забыл, видимо, его выключить, или я не знаю, что он сделал с ним, надеюсь, что он его не разбирал, потому что у нас в доме ничего уже больше не работает, благодаря Денису, короче, он больше не работает, я не знаю, как его чинить, этот огромный телевизор, пионер, между прочим, и теперь вон, на мониторе смотрим, телек, капец просто, полный, с этим Денисище, всех целую, и до связи, надеюсь, я выйду, как-нибудь вылезу на лайв, как-то у меня, надеюсь, получится, пишите ваши комментарии, что вы обо всем этом думаете, что я сегодня рассказала, целую еще раз, и я пошла на трог, мой трог этот, смотреть, потому что мне это интересно, очень интересно, чашечка фарфоровая, меняю на, на что я меняю-то, ну, какой-нибудь там, электрика, все по дому, для дома, в любом случае, это полезно, и еще хорошая новость одна, я нашла, куда я буду ездить, на другие браканты, ла-ла-ла, 13 числа будут, большие браканты, в эти выходные, будут браканты, там, где Лена жила раньше, в соседнее у нас здесь село, съездим, скорее всего, туда, и я нашла, где я буду, вот, такие же браканты, как я ходила, у нас оказывается, каждый понедельник, и каждый четверг, теперь, в другом месте, что-то есть наподобие, туда, куда люди приносят, сдают свое, и там можно купить дешево, он, Ира, туда ходила, сказала, что у нас 7, 7 каких-то вещей, предметов, купила всего лишь за 2 евро, мне это очень интересно, потому что я умею это делать, дело потом, из этого дела, делать деньги, так что, все тут это, посмотрим, как будет, в общем, все интереснее и интереснее, всех целую, мои любимые, и до встречи, пока-пока,